Здравствуйте, в эфире новости в студии Максим Сарпов и вначале коротко о главных событиях дня. Я очень рада, что я знала этого человека. Светлая память ему. Останется в сердцах и в истории. Красноярск простился с Петром Бимашковым. Страшно представить, какой силы здесь был поток воды, потому что смотрите, вот эти деревянные балки, это все, что осталось от моста, торчат из земли на высоте больше пяти метров. Не выдержал напора в селе Таежное. Бурный поток воды разрушил деревянный мост. Это же школа, она же учитель. Скандал в школе. Директор и родители возмутились тиктоком учителя английского. Вообще не надо, чтобы такие цены были. От этого растет хлеб и все остальное. Топливный антирекорд. На автозаправках снова резко подорожал бензин и газ. Кратер вулкана Горелый. Вот там вот в самом низу кратер Кислотное озеро. Как будто на другой планете наше лето добралось до уникальной и неповторимой Камчатки. Красноярск простился с Петром Бимашковым. Сотни горожан, знакомых с ним лично и незнакомых, пришли на траурную церемонию в здание краевой филармонии. О том, каким они запомнили самого народного и известного градоначальника, расскажет Анастасия Тиль. Петром Бимашковым. Сотни горожан. Сотни горожан. Сотни горожан. Сотни горожан. Люди не сдерживают слез. Это их прощальная встреча с Петром Пимашковым. Среди сотен пришедших, близкие коллеги, просто красноярцы, для которых он навсегда останется самым народным мэром. Они с теплоты вспоминают и карнавалы, и пальмы, и, конечно, личные встречи. У меня было лет 10, наверное. Ну, мы бегали маленькие, потом мама говорит, о, смотри, Пимашков идет. Я подбежала к нему, поздоровалась. Он никогда не был равнодушным и всегда оставался человечным. Для него не существовало чужих проблем. Говорят люди, за 15 лет работы городоначальником для многих он стал добрым помощником. У нас, значит, вот в доме сгорел лифт, и домоуправляющая компания сделать никак не могли. Мы два года ходили пешком, а потом вот я пошла к нему, и он безо всякого это дело решил. Вот так случилось, что я в 99-м году должен был ехать на операцию в Москву, на шунтирование. Он мне помощь оказал. Он жил в соседнем подъезде. У нас были овчарки, и у него овчарка, и у меня овчарка. Мы выходили, а они между собой не дружили. Они прямо бросались друг на друга. Он был очень хороший. Вы знаете, он доброжелательный. Просто прекрасный, просто очень хороший. Верный друг и справедливый начальник. Пимашкова помнит, как человека, который умел довести дело до конца. Не пасовал перед трудностями и всегда оставался собой. Петр Иванович, кстати, умел прощать ошибки. Дай Бог ему и светлая память. Доброта. Отходчивый был. Кричит, поругается. Но потом как-то все равно. И мы его как-то так, как-то любили даже и не обижались. А знаете, я его, пожалуй, уважала за человечность. Вот при том, что он такого какого-то княжеского виду, вместе с тем он человек был необыкновенно добрый. Но я думаю, что самая главная его черта, он был очень обязательный. Душа просто болит, скорбит. Я думаю, Красноярск потерял истинного патриота Красноярска. А еще он был влюблен в Красноярск. И люди отвечали взаимностью. Я очень рада, что я знала этого человека. Светлая память ему. Анастасия Тили, Александр Ермошенко, Алексей Овсянников. Енисей. Новости. Каким стал Красноярск при Пимашкове и как этому человеку удалось сделать город известным на всю страну, вспоминали те, кто хорошо его знал и работал с ним долгие годы. Петр Иванович Пимашков имел очень крепкие крестьянские корни. И от природы был наделен многими талантами. Житейской мудростью, проницательным умом. Он сумел сплотить вокруг себя классных управленцев. И многое делал для того, чтобы крепить их сплоченность. Вы знаете, я сейчас, только уходя на прощание, получила от него из Москвы поздравительную открытку с днем рождения. Прямо минута в минуту. Когда говорят, о, вот крутой там или сильный хозяйственник, он же был еще ученым. То, что там фонтаны, там он сделал, ну, он и должен был как мэр города делать. Это его работа. Но, что он делал для людей, вот это, наверное, более важное. Он очень много рассказывал за внуков своих. И вообще для него семья, это его была опора и основа. Я видела, вот какая теплота от детей тоже идет. Потому что политика политикой, там мэр, дума, это все закончится. А семья – это основа. Добавлю, что похоронили Петра Пимашкова на Аллее Славы, кладбище Бодолык, рядом с супругой. Земли Министерства обороны, которые расположены в Емельяновском районе края, передадут региону. Такое решение принял глава военного ведомства Сергей Шойгу. Это участки рядом с селом Совкос-Сибиряк. Про них мы рассказывали накануне. Несколько лет назад территорию, которую сельчане считали своей, построили там частные дома, передали в распоряжение Минобороны. Но недавно суд обязал людей снести все постройки. Об этой проблеме во время последнего визита в Красноярск узнал министр обороны Сергей Шойгу. И вот, что он сказал. За это должен кто-то отвечать. Потому что эту, кавычка, безответственность надо, в принципе, когда-то заканчивать. С этой проблемой разберемся. Я думаю, что мы найдем там решение. И я обязательно этим займусь. После визита в Красноярск Сергей Шойгу поручил военному ведомству проработать вопрос о дальнейшем использовании этих земель. В итоге участок рядом с совхозом Сибиряк признали не имеющим перспектив в интересах министерства. Вот что говорится в официальном сообщении. Созданная по решению главы военного ведомства рабочая группа из представителей Департамента военного имущества Минобороны России и региональных властей приступила к работе по передаче в соответствии с законодательством указанного земельного участка Красноярскому краю. К этой теме мы вернемся уже завтра, а пока к другим новостям. ЧП в Каннском районе. Там бурные потоки воды смыли деревянный мост, который соединял поселок с лесом. Только чудом на переправе никого не было. А почему это произошло, выясняла наш СОПКОР на востоке края Анастасия Мосина. Эти кадры сняты на реке Таракан. Настоящее бедствие началось через несколько часов после того, как разобрали дамбу. Прежде небольшой ручей превратился в бурный поток, который размыл берега и устремился к населенным пунктам. В селе Таежном течение унесло деревянный мост, который соединял его с лесом. На том берегу остались десятки груженных машин и люди. С потоком воды весь мост смыло. То есть сейчас никому дорогу перекрыло, на ту сторону уже никто не проедет никак. Груженный лесовоз стоит. Вот сейчас будем думать, как еще груженных оттуда вытаскивать. Местные жители говорят о том, что дамбу будут разбирать, их никто не предупреждал. Лесовозы через Тараку ездили каждый день. Чтобы машины ненароком не угодили с обрыва, подъезд к реке после обрушения моста перекрыли насыпью. Высота здесь приличная. Страшно представить, какой силы здесь был поток воды. Потому что, смотрите, вот эти деревянные балки, это все, что осталось от моста, торчат из земли на высоте больше пяти метров. Ну а воды здесь сейчас, посмотрите, ну максимум по щиколотку. Мост был аварийный, по всей видимости, поэтому и рухнул. Сегодня лесники прокладывают себе другую дорогу. А местные негодуют, остались без переправы. В дождь и так в лес никак не проехать. А теперь и вовсе тяжелая техника разобьет последние тропинки. Ездят же люди и в тайгу, и по грибы, по ягоду. А сейчас тут лесовозы пройдут раза два. И вообще туда не проедешь ни на чем. Представители подрядной организации, которая демонтировала дамбу, уже выехали на место. Специалисты говорят, что переправа была стихийной. Мост построили лесозаготовители. И ни в одном реестре его нет. Я могу показать решение, в котором прописано сведения о водном объекте. Он называется там этот пункт. И там четко прописано, что никаких сооружений на водном объекте, то есть реке Тарака, нет. Видели. Ну, предполагаю, что там его снесет, но никто не мог предполагать. Тем не менее, по факту обрушения моста на реке Тарака полиция уже начала проверку. Ведь только по счастливой случайности. В момент разлива реки на мосту никого не было. И обошлось без жертв. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, Енисей, Новости. Скандал в одной из школ в Ачинском районе. Родители и директор возмутились роликами, которые выкладывала в соцсети учительница английского. Девушка снимала шуточные видео, в основном о рабочих буднях. Но в одном из них явно перестаралась. А может, мое предназначение в жизни заниматься тупой х**ой. И я все делаю правильно. Очевидно, что некоторых родителей возмутил именно этот ролик, где учитель хоть и не произносит вранное слово, но что она имела в виду, легко можно догадаться. Кроме того, мамам и папам не понравилось, что на некоторых видео на заднем плане есть дети. А вот разрешения от взрослых на их съемку нет. Общаться с нами, учитель отказался, поэтому показать ее мы не можем. Девушку вызвали к директору и попросили убрать неоднозначные посты. Но та решила удалить аккаунт полностью. Нашлись и те, кто поддержал педагога. Нужно разговаривать с этим учителем, делать какое-то замечание, чтобы приняли какие-то меры. Это же школа, она же учитель. Там же ничего такого плохого нет. Дети, наоборот, даже помогают. У меня сын конкретно в этом классе учится. Именно у этого преподавателя. То есть вопросов-то нет. Что тут такого-то? Тут же ничего криминального нет. При размещении роликов, конечно, были допущены определенные ошибки. И она об этом знает и осознает. Человек, она творческий, идеи у нее много. И я думаю, она найдет применение своим талантам и в реализации образовательных программ. В недоумении сейчас ли родители учеников из поселка Кедровый. 600 детей из местной школы уже 2 сентября могут отправить на дистанционное обучение. И дело не в пандемии, просто ремонт в здании, который в октябре должны были уже закончить, до сих пор даже и не начался. Мария Зарукина разбиралась в ситуации. Ну, конечно, все вольт. Основная масса против. Родители учеников из поселка Кедрового возмущены. На днях им объявили, что их дети в школу не пойдут. Единственное общеобразовательное учреждение в поселке закрыли на ремонт еще в конце июня. Однако за пару недель до 1 сентября выяснилось, к строительным работам даже не приступали. А потому все 600 учеников, включая первоклассик, переходят на дистант. Второй ребенок идет в первый класс. Я не понимаю, как учить первый. В первый класс ребенок какое дистанционное обучение, если он вообще ничего не взял. Это столько надо времени. Это столько. Даже хотя бы просто, чтобы организовать их. Посадить. Куда-то посадить, во-первых. А посадить их надо за компьютер, которого у нас тоже нет. У нас один компьютер, семью. Даже если было четыре, это надо четыре помещения, потому что это будет одноразово, в смысле, одновременно все это происходить. Это же не будет один утро, преддогог занимается в обед следующий, а вечером к ночи третий, а видимо ночью четвертый. По словам родителей, дистант в поселке то еще испытание. Физкультуру им приходится снимать на камеру, домашку отсылать учителю через социальные сети. И если в Кедровом есть интернет, то в соседних деревнях, откуда тоже приезжают дети, с ним большие проблемы. Мы за то, чтобы в школе сделали ремонт в этом году, но мы хотим, чтобы этот подрядчик зашел и наконец-то сделал работу. Мы вот обращаемся за помощью ко всем, чтобы это наконец-то началось. Учеников на время могут перевезти в здание начальной школы. Там ремонт не требуется, но и его открыть не смогут, если не успеют перевезти в порядок в столовую. А вот, собственно, и есть та самая школьная столовая. Мы видим, что к началу учебного года она явно не готова. Столы собраны, стулья тоже. Но и ремонтных работ здесь не ведется. Да и намека на их начало тоже вроде как не предвидится. В Министерстве образования ситуации знают, а в местном управлении разводят руками. Здесь, говорят, у подрядчика якобы были более важные объекты. Что касается школы, то по договору у него есть время до октября. А значит и претензий пока предъявлять не за что. Подрядчик обещает закончить все в срок. Я так понимаю, что вопрос до 1 сентября решен не будет. Качество обучения, ну да, я согласна, что оно страдает. Но дело в том, что если будет вводиться дистанционное обучение, то это будет на определенный период. Это не будет вся первая четверть или две четверти. Это будет только до 1 октября. В администрации Кедрового говорят, если к началу сентября ремонт доделают хотя бы в столовой, то дистанта, возможно, получится избежать. Но известно, это станет только на торжественной линейке. Мария Зарукина, Алексей Овсянников, Енисей, Новости. В Красноярске отремонтируют дорогу до мясокомбината. Когда начнутся работы, расскажем далее. Атмосфера дома. Большой выбор качественной мебели в Красноярске. Салон «Рамзес». Диваны, кровати, столы, стулья от надежных производителей. Низкие цены, опт и розница. Мебельный салон «Рамзес». 272-56-86. Здоровый образ жизни со «Спортфэмили». Большой выбор спортивного оборудования для дома и профессионального использования. Разнообразные тренажеры, турники, штанги, гантели, батуты. Ждем вас в «Спортфэмили» на «Авиаторов 5». Эффективное восстановление здоровья по программе реабилитации после перенесенной пневмонии, в том числе коронавирусной, в санатории-профилактории «Березка» в городе Зеленогорск. «Полюс Красноярск» приглашает на вахтовую работу электрослесарей, электромонтеров, слесарей. Телефон в Красноярске 290-61-23. Платите кредиты из последних сил? Узнайте, как законно списать долги по кредитам. Звоните 245-87-83. Приглашаем всех на распродажу шуб и дубленок по летним ценам ДК «Комбайна строителей». Приносите старую шубу и получите скидку на новую до 20 тысяч. Внимание! Ярмарка белорусской обуви уже в Красноярске. Мужская и женская обувь из качественных материалов по доступным ценам. У вас высокий взъем, выпирающая косточка, большой размер? Тогда ждем вас на ярмарке обуви в ДК «Комбайна строителей». Торгово-производственная база «Хоскомплект» – это оптовая продажа хозяйственных товаров для дома, дачи, строительства и ремонта напрямую от производителей по низким ценам. Современный складской комплекс с большим выставочным залом, где всегда в наличии более 30 тысяч наименований товаров. Собственный сервисный центр и специальные условия для постоянных клиентов. Доставка по всему Красноярскому краю. «Хоскомплект» всегда выгодно, удобно, надежно. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Продолжаем выпуск. Выздоровевших снова больше, чем заболевших. За сутки в Крае справились с ковидом 480 человек, но инфицированных все равно много – 452 новых случаев. Большинство из них – жители Красноярска. Здесь плюс 91 пациент, 76 в Норильске, 32 в Минусинске. Еще 26 человек заболели в Туре. Скончались 24 жителя Края. И тем временем некоторые больницы уже сокращают количество ковидных мест и возвращают плановый прием пациентов. Какие отделения откроют в первую очередь? Надо ли делать прививку, чтобы лечь на операцию? Почему в Крае до сих пор сохраняется высокий уровень смертности? Об этом говорим сегодня в программе интервью с главным врачом БСМП Сергеем Гребенниковым. Ответы на эти вопросы сразу после нашего выпуска новостей. Вот фрагмент программы. На сегодняшний день мы сократили порядка 200 мест. На пике было более 200 обращений за сутки. Последнюю неделю регистрируется 47, 50, ну максимум 60 обращений. Все-таки число заболевших в выявленных случаях уменьшается. В Красноярске снова подорожал бензин, причем почти на все виды топлива. Теперь на некоторых АЗС АИ-98 стоит 60 рублей. На 70 копеек подскочила цена 95-го. На 60-92-го водители, конечно, неприятно удивлены. Кто-то уже начал экономить и сокращать число поездок, кто-то привык. Ведь за последнее время это уже четвертое повышение. Вообще не надо, чтобы такие цены были. От этого растет хлеб и все остальное. Расстраиваемся, конечно. Сеснение намного подорожали. Неприятно, конечно. Я каждый день по 20 литров выкатываю примерно. Поэтому, ну что же, привык. Я привык. Эксперты называют там какой-то конфликт с экспортными ценами на топливо и на нефть. Что пошлины связаны с долларами и ценами, а нефть растет. Выросла цена и на газ. Теперь литр пропан-бутановой смеси отпускает за 33 рубля. Хотя еще в середине июля она стоила на 2,5 рубля меньше. По словам специалистов, это связано с дефицитом сырья после пожара на заводе под Новым Уренгоем. Не исключено, что рост продолжится. Хотя уже сейчас цифры не выдерживают никакой критики. А заправляться газом становится все невыгоднее. Основная причина подорожания – это дефицит, который образовался в результате того, что произошел взрыв на заводе в Новом Уренгое. А он поставляет газовый конденсат для газоперерабатывающих заводов. И, соответственно, при повышении дефицита такого биржевые цены возросли. Но и существующие заводы, поставщики, они значительно подняли цену. По Абакану прогулялось стадо из 130 коров. А в Красноярске со дня на день начнется ремонт одной из самых загруженных магистралей. Подробнее об этом и не только в блоке коротких новостей. В Красноярске отремонтируют дорогу до мясокомбината. Работы пройдут на участке от кольцевой развязки на улице Калинина до выезда из города. Это основной путь на дачи в западном направлении. Поэтому пробки по пятницам и воскресеньям были обычным делом. До ноября здесь должны заменить бордюры, асфальт, отремонтировать тротуары и остановки. А также установить два светофора. Работы начнутся уже в сентябре. Еще 47 тысяч доз вакцины доставили в Красноярский край. Из них 10,5 тысяч – это препарат «Спутник Лайт» и 37 тысяч – «Спутник Ви». Вакцины уже начали развозить по больницам и поликлиникам региона. Всего с начала вакцинации в край поступило около 900 тысяч доз препарата. Медики напоминают, поставить прививку можно не только в медицинских учреждениях, но и во внебольничных пунктах. В Красноярске продавец пожарных сигнализаций ограбил пенсионера. С заявлением в полицию обратился 81-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли 170 тысяч рублей. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался 36-летний мужчина. В квартиру он попал под предлогом установки датчика пожарной безопасности. Пока пенсионер расплачивался за сигнализацию, мужчина увидел, где хранятся деньги. И когда пострадавший отвлекся, выхватил их и сбежал. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Такое нечасто увидишь. По Абакану прогулялось стадо из 130 коров. Вот такое видео опубликовали полицейские. На кадрах взрослые буренки вышли на площадь перед аэропортом. Там они лихо лавировали среди припаркованных машин. Личность владельца стада установили быстро. Им оказался местный фермер. Выяснилось, что коровы ночью сломали ограждение и ушли из загона. Отогнать животных удалось только при помощи громкоговорителя. Непокорная красавица. В этой серии проекта «Наше лето» рассказываем о фантастической и удивительной Камчатке. Восстановление и улучшение потенции у мужчин. Деликатная гинекология для женщин. Лечение геморроя без боли и операцию. Шлифовка рубцов лазером, удаление новообразований кожи, лечение пост-акне. Вам понравится быть здоровым. Новая технология лазерной коррекции зрения «Смайл». Более точная и менее травматичная. Только в глазном центре «Смайл» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Действующие вулканы, горячие источники и мощные гейзеры. Это путешествие в рамках проекта «Наше лето» было, пожалуй, самым экзотическим. Наш сопкор Андрей Давыдов отправился в отпуск на Камчатку, а заодно снял целый репортаж, причем большую часть на телефон. Что его поразило больше всего и во сколько обошелся такой отдых, в сюжете далее. Кратер вулкана Горелый. Вот там вот, в самом низу, в кратере, кислотное озеро. Мое знакомство с Камчаткой началось с вулкана Горелый. Это огромная огнедышащая гора, извергается примерно раз в 20 лет. Последнее было в 2010 году. В кратерах расположено два озера, пресное и кислотное. Поражает ярко-бирюзовый цвет воды и красно-белые склоны. Ну как тут не достать фотоаппарат? На следующий день попадаем в настоящую песчаную бурю. Миллионы поднятых в воздух крупинок дерут кожу, как наждачка. Но нас это не останавливает, ведь впереди встреча с величественным водопадом опасный. Личные потоки здесь низвергаются с 80-метровой высоты прямо на многолетний снежник. Каньон водопада тоже очень живописный, однако подходить близко к его краю опасно. Одна из главных целей нашего путешествия – вулкан Мутновский. Мы поднимаемся прямо в его кратер. Там постоянно бурлят котлы с горячей водой и шипят, выбрасывая клубы газа и пара фумаролы. Ощущение такое, что попал на другую планету. Снова достаю фотоаппарат и начинаю снимать. Делать это нужно быстро. Долго находиться здесь нельзя. Едкие вулканические газы обжигают легкие, становится трудно дышать, начинает болеть голова. А это вулкан Авачинский. Он находится недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его хорошо видно практически из любой точки. Высота этого исполина – 2700 метров. Последний раз эта огнедышащая гора извергалась в 1991 году. С тех пор ее жерло закупорено огромной лавовой пробкой. Несмотря на холод, ее камни теплые от внутреннего магматического жара. Вот так вот выглядит лавовая пробка вблеси. Она поднимается вот туда вверх. И это все застывшая лава. Побывать на Камчатке и не посетить знаменитую долину гейзеров просто невозможно. Добраться туда можно только на вертолете. Такая экскурсия обойдется недешево. Билет стоит 46 тысяч рублей. Но увидеть своими глазами взлетающие в небо струи гейзеров нужно обязательно. Вот это, например, извергается гейзер с названием «Большой». За 10 дней пребывания на Камчатке мы смогли посетить только очень малую часть этого полуострова. Летом сюда едут любители покорять океанические волны, а зимой покататься на заснеженных горных склонах. Удовольствие это не дешевое. А авиабилеты туда и обратно 40 тысяч. Поход по вулканам обойдется минимум в 30 тысяч рублей. Прогулка на катере 5 тысяч. На вертолете 46 тысяч. Плюс проживание в хостеле 2 тысячи за сутки. Итого около 130 тысяч, не считая сувениров. Но Камчатка того стоит. Если вы ни разу тут не были, обязательно запланируйте это путешествие. Разочарованными не останетесь точно. Андрей Давыдов, Александр Любин, Динар Салимов, Енисей. Новости. К этой минуте у меня все сообщения. Если у вас есть свои новости, вопросы и предложения, обязательно звоните. Телефон редакции 236-0136. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. В 21 веке потеря конечности не ставит на человеке крест и не выбрасывает на обочину жизни. Современное протезирование творит чудеса. Здесь и высокие технологии, и кропотливый труд квалифицированных специалистов, и желание самого пациента. Эта совместная работа начинается сразу после заживления после операционных рубцов. И вот из чего складывается. Для улучшения лимфотока и кровообращения проводится компрессионная терапия. Для того, чтобы мы сформировали правильную форму культи, умеренно коническую, накладываются туры бинта на немножко ту же внизу и чаще восьмеркой. Эластичное бинтование проводится 3-4 раза в день на час с перерывами. Для снижения гиперчувствительности проводят массаж культи специальными щетками и мячиками. Очень важно на протяжении всего процесса реабилитации следить за кожей в области послеоперационного рубца. Вроде внешне мы видим, что он совершенно зажил, нет никаких ран, однако внутри, что происходит, мы не видим. Поэтому нужно обрабатывать зону послеоперационного рубца отваром коры дуба. Он обладает антимикробным, противовоспалительным, заживляющим и регенерирующим эффектом. Из-за нарушения мышечного баланса после операции могут развиваться контрактуры, то есть движения в вышележащем суставе ограничены, поэтому суставы нужно разрабатывать. Это делают с помощью ортопедических укладок – мешочков, наполненных песком, постепенно увеличивая их вес. Затем пора восстанавливать мышечную силу пациента. В этом помогает лечебная физкультура под руководством квалифицированного инструктора. Именно он при помощи специальных упражнений готовит пациента к так называемой вертикализации. Чтобы все мышцы были к этому готовы. Не только мышцы кути, но и мышцы брюшного пресса, спины, плечевого пояса. Чтобы пациент правильно и физиологично передвигался на протезе. Но перед тем, как начать ходить, предстоит еще научиться стоять, держать равновесие и равномерно распределять вес на протезе. Для первичных пациентов протез выдается на год, и за этот период времени возможно смена гильзы до трех раз по необходимости. Пройти все стадии реабилитации после операции и подготовки к первичному протезированию, избавиться от фантомных болей в отсутствующих конечностях и адаптироваться в социуме, помогут специалисты компании КИБ Орта. Улица Песочная, 20А. Телефон 234-7808. Прогноз погоды в Красноярском крае на среду 18 августа. В Таруханском районе на юге Таймыра и Вовенкии преимущественно облачно, местами с прояснениями и осадками. Ночью плюс 6, плюс 13 градусов. Дневная температура плюс 11, плюс 20. В северной группе районов Красноярского края малооблачно. Синоптики осадков не прогнозируют. Ночная температура до плюс 8, днем до плюс 21 градуса. В восточной части региона небольшая облачность, местами дожди. Ночью до плюс 11 градусов, днем до плюс 20. В центральных районах Красноярского края переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью до плюс 12, дневная температура до плюс 23 градусов. В западной группе малооблачная погода, без осадков. Ночная температура до плюс 13, в светлое время суток до плюс 23. На юге Красноярского края небольшая облачность, на части территории пройдет дождь. Ночью плюс 10, плюс 16 градусов. Днем плюс 22, плюс 25. В Красноярске 18 августа малооблачно, синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 12, днем до плюс 22 градусов. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова